Здравствуйте, сегодня у нас в гостях врач-психотерапевт Евразийского института практической психологии и психотерапии Марина Тольцман. Здравствуйте, Марина. Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии. Тема нашей сегодняшней беседы не из приятных, но достаточно актуальна. Это тема разводы. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, почему люди разводятся, какие причины есть на это? Ну да, если так сказать, то очень часто причина, которую пишут люди в суде или в ЗАГСе, это причины не сошлись характерами. Но что это такое значит с психологической точки зрения? Здесь есть три варианта. Первый вариант, когда супруги молодые, и когда они поженились, и они не знают достаточно ни положительных, ни отрицательных качеств друг друга, когда они еще не имеют достаточного опыта, а им просто нравится вместе проводить время на дискотеке или в компании друзей, и вот они женятся и начинают совместную жизнь. И вдруг выясняется, что она, кажется, такая неряха, а он, оказывается, вообще даже гвоздя вбить не может, и что он вообще любит проводить вечера за баночкой пива в компании друзей, и тогда вот у них вот ссоры и развод. Второй вариант, это вот когда они сошлись характерами, это когда молодые, они знают о недостатках друг друга, но думают, а ладно, вот сейчас мы поженимся, я его или там я ее переделаю. Но, к сожалению, хочу сказать, что невозможно переделать сформировавшуюся личность, то есть люди обычно женятся там где-то 19-20 лет, это уже личность достаточно сформированная, и это будет насилие над личностью, поэтому это невозможно сделать, можно только договориться. И третий вот такой вот психологический вариант, это когда супруги живут уже достаточно много лет, там обычно вот это совпадает с кризисом где-то седьмого года, вот с кризисом семейной жизни, да, и они уже достаточно хорошо знают и достоинства, и недостатки друг друга, они уже к ним привыкли, принимают, да, все у них хорошо, они считают, что брак их такой вот монолитный, но, к сожалению, они никак не работают над отношениями, то есть они начинают потихонечку так вот отдаляться, отдаляться друг от друга, и в итоге они понимают через какое-то время, что они стали совершенно чужими друг к другу, и вот как бы им незачем сохранять их брак, очень частая причина. Следующая причина, это, конечно же, измена, да, и вот измена у нас очень часто бывает, да, измена и мужчин, и женщин, и в основном, конечно, женщины достаточно часто прощают измены мужчин, но особенно если во всем остальном мужчина достаточно там хорош, да, а женщин, женскую измену практически не прощают, и здесь, конечно, сразу идет развод. Еще одна причина, это когда вмешиваются родственники в отношения, то есть вот нужно помнить, да, что есть родственники и его, и ее, и если мы там, например, начинаем, там женщина начинает жаловаться своим родственникам, то потом начинается война, это как в Ромео и Джульетте, да. Еще одна причина, это когда люди не умеют просто договариваться, ну, то есть вот, например, они там сошлись, живут, и, ну, начинают выясняться какие-то там недостатки друг друга, да, и вот, ну, например, чтобы не обидеть его, или там, чтобы не обидеть ее, они умалчивают, умалчивают, и вот это все копится, копится, и потом на совсем незначительной причине, вот это все начинает рушиться, то есть это тогда доходит до развода, то есть тогда начинается взаимное оскорбление, а если бы они вначале проговорили, например, ей не нравится, что он вещи разбрасывает, да, когда с работы приходит, а она там только уборку сделала дома, и вот если бы она сразу бы сказала, да, тогда бы было более нежно и сказала бы, дорогой, ну, ты бы мог вот убирать свои вещи там или раздеваться вот на этом стуле, да, и тогда бы не доходило до таких эмоций. Вот, ну, какая еще причина, это социальное неравенство. Что это такое, да, это когда, например, женщина начинает работать, и она больше зарабатывает, она все больше времени проводит на работе, и мужчина тогда начинает чувствовать себя как-то никчемным, и здесь есть несколько вариантов, да, он либо будет пить, либо он найдет себе другую женщину, где он будет чувствовать себя важным и нужным, либо он начнет агрессировать на жену, и то есть там будет ее ругать, критиковать, у них будут постоянные ссоры и скандалы, и в итоге все-таки развод. Ну, это вот такие вот основные причины. Есть, конечно, еще там алкоголизм, наркомания, но это тема уже отдельных, это уже патология личности, и здесь уже, конечно, долгий разговор. Марина, вот существует такое мнение, что любовь живет всего три года, правда ли это? Ну, есть такое вот как бы мнение, да, на самом деле, с чем это связано, с тем, что вот раньше это вообще вот было издревле, да, существовало, что вот пары, ну, в древности, да, пары создавались и были рядом, вот мужчина был рядом около женщины, пока потомство становилось сильным, а потомство становилось сильным уже где-то к четырем годам, и поэтому вот, ну, как бы вот это вот древний такой вот как инстинкт, что ли, да. Есть еще, вернее, три таких основных периода в браке, это которые вот характерны большим количеством развода, и это первый год, значит, семейной жизни, это седьмой год семейной жизни и четырнадцатый год семейной жизни, то есть три таких основных критических момента, когда больше всего происходит разрывов. Мы говорили про родителей, а друзья, подруги могут ли повлиять на отношения, что в итоге человек, люди просто разойдутся. Ну, это естественно, поэтому вот вообще не рекомендуется психологами, да, не рекомендуется выносить, как говорится, ссоры из избы, да, то есть если есть какие-то проблемы в отношениях, то лучше, конечно, идти к психологу, потому что, ну, например, есть такое, ну, не поверь я, вот, ну, есть такой закон мироздания, скажем так, вселенная, да, что если женщина начинает плохо говорить про мужчину, ну, например, она своей подруге жалуется или там своим родственникам, да, то мужчина при этом начинает чувствовать себя не очень комфортно, у него дела идут не очень хорошо, там, ну, у него вот как бы начинает бизнес рушиться, да, и он начинает чувствовать какой-то дискомфорт и увеличивается количество скандалов, то есть энергия оттекает. Поэтому, ну, вот такой вот совет или рекомендация, да, женщинам никогда не говорить плохо ни в коем степени ни про своего мужа, потому что тем самым мы его ослабляем, мы делаем мужчину слабым. Марина, вот говоря о кризисе лет, да, год, 3, 5, 7 лет, можно ли как-то его пережить или так прожить, что даже не заметить, может быть, этот кризис? Ну, да, здесь, конечно, нужна просто грамотность и осведомленность, и, например, вот в первый год, да, это год притирки, то есть здесь важно узнать качество друг друга, да, и, ну, принять какие-то, да, то есть, например, ну, если те какие-то привычки другого, которые не нравятся, их обсудить и, ну, попробовать там как-то сгладить, да, или, например, принять вот какие-то качества супруга, потому что, ну, вот он такой, и вот таким вот я его принимаю, да, и вот здесь вот уже как бы налаживается энергообмен между двумя людьми, да, и здесь вот важно понимать, что идеальных людей нету, и какие качества я могу принимать, а какие качества я уже не могу принимать, это вот первый кризис, да. Следующий кризис, когда ребенок рождается, и здесь важно тоже отцу понимать, что у него ответственность, да, что вот не он ненужный, а что он тоже отец, как я уже говорила, да, и что ему важно тоже давать энергию и внимание своему ребенку, и здесь важно понимать свою ответственность женщине, нужно помогать в этот период, потому что она слаба. Кризис семи лет, это кризис, когда, вот я уже говорила, что супруги вроде бы как уже живут, дети выросли, ходят в школу, они работают уже, женщина там опять какую-то карьеру, и у них интересы как-то отдаляются друг от друга, то есть у мужчины какие-то дела, у женщины какие-то дела. Здесь важно, ну, может быть, здесь вот в этот период начинается очень много ссор и конфликтов, но здесь, вот, например, какие рекомендации дают психологи, что вот в этот момент важно пережить. Это просто вот, как бы, может быть, отойти друг от друга, правда, какими-то интересами заняться, а потом уже постараться заинтересовать партнера, то есть вот что такого я могу дать партнеру, чтобы ему со мной было интересно. Ну, а вообще это все делается с самого начала, ну, то есть когда вот семья сходится, да, и важно создавать какие-то ценности, какие-то семейные традиции, потому что дети, потом вырастая, они помнят эти традиции, они помнят, например, воскресные посиделки, да, или там, например, воскресные походы в горы, или там, ну, например, в месте где-то отпуск проходит. Ну, вот, важно создавать то, что, например, объединяет всех, да, и вот, ну, например, я могу нам на примере своих клиентов сказать, да, что вот, например, женщины, которые там приходят, и у них там были проблемы, да, вот у меня одна клиентка была, она сказала, что она, когда вот все были заняты своими делами, и как бы не хватало вот внимания и общения, да, она просто придумала, вот, игру, чтобы они вместе начинали играть в эту игру, да, она придумала там чаепитие совместно, то есть, и вот потихонечку-потихонечку ее близкие перестроились, и они стали уже вот вечера вместе проводить. Очень интересно. Если человек все-таки встал перед выбором, неважно, женщина это или мужчина, перед таким выбором, что разводиться или нет, вот на какой самый главный вопрос для себя лично он должен ответить, чтобы понять, что дальше ему делать? Да, ну, для начала нужно, конечно, спросить себя, ну, например, если я разведусь, то буду ли я счастлив, и что я хочу, потому что, например, если человек разводится и думает, что вот я там создам повторный брак, то если он не проработает себя и не проработает те причины, которые привели к разводу, то повторный брак, он будет, вот, ну, абсолютной копией первого. И тогда здесь, ну, все-таки важно, да, вот, подумать, а хочу, ну, вот, можно ли эти отношения как-то сохранить? Ну, для начала, вот, как бы сходить к психологу, в любом случае, да, сохраняя брак, или, например, разводясь, все равно лучше прийти к психологу, потому что в данной ситуации легче можно пережить этот развод и справиться с какими-то своими переживаниями. Марин, можно ли по истечению 10-30, скажем, лет брака сохранить теплые отношения и вообще, чтобы на протяжении всего брака не возникала мысль развестись? Так можно? Ну, можно при желании. Если люди понимают свою ответственность перед своими детьми и, ну, понимают, что насколько вот важно влияет отношения между супругами на то, какие вырастают у них дети. И только вот в той семье, где вот эти теплые, любящие отношения друг с другом, да, то вырастают гармоничные и счастливые дети, которые себя любят и умеют ценить. Ну, я не исключаю, что конфликты в семье могут быть и это нормально, и это вот я уже говорила о кризисных периодах, да, но важно эти конфликты проходить правильно, да, то есть вот без лишних эмоций и без таких громких слов, там, без обид, без оскорблений, да. И тогда вот дети будут учиться, что да, конфликт – это нормально, да, люди могут выяснять отношения. И важно вот работать над этим отношением, потому что если ребенок живет в ситуации конфликта, если же ребенок живет в ситуации постоянных ссор и склок, даже если внешне это не показывается, да, а родители там ругаются где-то там, ну, за дверью, там, или тогда, когда детей дома нету, но на самом деле вот мы все чувствуем друг друга на подсознательном уровне, и поэтому ребенок, он не будет понимать вообще, что происходит, почему вот родители вроде бы улыбаются, а чувствуется какая-то вот эта вот напряженность, да, и тогда это еще намного хуже, чем ребенок будет видеть эти раздоры. Поэтому отношения надо строить, надо понимать, что вот если мы поженились, то это не значит, что все, надо перестать оказывать внимание друг к другу. Важно оказывать знаки, да, внимание. Например, жене важно понимать любимые привычки мужа, например, готовить вкусную ему еду. Мужу надо делать комплименты жене, да, там, дарить какие-то подарки, организовывать совместные какие-то семейные мероприятия, совместный отпуск проводить, ну, вот общаться друг с другом, договариваться. Марин, а что делать, если некогда влюбленная пара все-таки развелась? Вот как сохранить трезвость ума? Как потом, после брака, не начать делить детей, не прятать их друг от друга, не рубить мебель, не знаю, не делить имущество? Ну, здесь самое главное такое знание, да, нужно иметь, что если мы разводимся как муж и жена, то мы все равно по жизни будем оставаться родителями. И вот здесь важно сохранить именно вот эти родительские отношения, потому что если ребенок лишается одного из родителей, то он лишается половины энергии своей личности. То есть вот, например, мама, она дает энергию любви своему ребенку, а папа дает энергию успешности и, ну, вот, как бы адаптации в социуме. И вот, например, ну, если там родители развелись, а мама там как-то плохо про своего мужа говорит, да, и говорит, вот, твой отец вот такой-сякой, то для девочки это будет равносильно тому, что она никогда не сможет построить нормальных отношений, ну, если она не будет работать с психологом. А для мальчика это равносильно тому, что он не сможет стать успешным в обществе, то есть у него будут постоянно какие-то провалы, то есть он не сможет бизнес свой строить, или у него там будет, опять же, если он не будет прорабатывать себя как, ну, вот, прорабатывать свои личностные там обиды и какие-то переживания. Поэтому, ну, вот, понимать вот эту важность и понимать, что мы ответственны перед своими детьми и что мы не маленькие дети, да, а у нас уже есть свои дети, которые мы должны давать свою любовь и давать свою энергию и внимание. Марина, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я хотела бы пожелать любви, терпения друг другу, хотела бы пожелать взаимного согласия и хотела бы пожелать, чтобы, ну, вот, чтобы изучали вот эти семейные отношения, чтобы понимали, что между ними происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова